Продолжение следует... Продолжение следует... Оттуда уходил в армию, в дальнейшем в семинарию, возвращался на служение в Кафедральный собор. Моя встреча с Богом произошла благодаря бабушке впервые. Я точно не припомню, какую богослужебную книгу я открыл, еще будучи учеником средней школы и будучи бабушкой на каникулах. Бабушка долго стремилась научиться читать по церковно-славянски, и никак у нее не получалось. И вдруг эта книга попадает мне в руки. Мне стало интересно, я ее открыл, стал разбираться. Ну и, в общем-то, через пару-тройку дней я уже довольно сносно читал на церковно-славянском языке. Я крещен был тоже в детстве, естественно, в Ставрополе. Но тогда были сложные времена, конечно. И вот более полно, более масштабно. Конечно, это было уже более осознанно. Я когда стал помогать в храмах различных Краснодарской епархии, которую возглавлял тогда Владыка Исидор, ныне покойным. И вот тогда, наверное, и случилось то становление и закладка на то будущее, которое у меня в жизни произошло. В общем-то, я считал всегда, что достаточно быть порядочным, достойным христианином. И никак не думал, что Господь приведет меня на служение священничеству на сане. Но так, еще раз говорю, в моей жизни получилось. Так убедительно Господь мне показывал, что препятствовать воле Божией не может никто из нас. Я рано рукоположился и перешел с очного обучения на экстернат. Стал дьяконом, через полгода стал священником в Кафедральном соборе. Мне приходилось очень много ездить по Краснодарской губернии, по краю, по тем храмам, которые вновь открывались. В основном это были домовые храмы, потому что тогда еще активно государство не помогало. Только начинались эти программы финансирования по строительству храмов, по возвращению памятников культурного наследия, архитектуры. И поэтому в основном богослужения совершались в домовых храмах, каких-то вот неотстроенных еще. Но я всегда просил у Бога еще, будучи студентом Ленинградской семинарии, просил у Бога, чтобы он мне дал динамичную жизнь, возможность посмотреть мир. Потому что я думал, что просто вот быть священником, наверное, это очень ответственно, это очень почетно. Местами где-то до страха ответственно, потому что это вот такой тяжелый систематический крест. Ответственности перед Богом и людьми. И Господь исполнил мое пожелание сполна. В 1997 году я был переведен в Москву, в отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. И оттуда в скорости отправился в мою первую сложнейшую командировку в состав поверниченного нашего контингента, в Боснию и Горцеговину. Там стояла русская бригада. И годы были сложны прежде всего для нашего отечества. Потому что Россия только-только начинала оправляться от тех 90-х лет сложнейшего и многоступенчатого перехода от одной системы к другой. И, конечно, не могла полноценно влиять на те вопросы и на те проблемы, которые остро стояли на Балканах. Там была маленькая циркушка деревянная. Рядом с нами находились американцы, буквально в нескольких десятках метров. Постоянно садились в Блэк-Хокет, американские вертолеты военные. И вот эта маленькая наша деревянная циркушка над их метами, постоянно бедная, дрожала, сотрясалась, но тем не менее выстояла. Это глубокий очень символизм. Какие бы потрясения ни накладывались на наше отечество, на нашу мат-церковь, мы все равно выстоим и выдержим. После Боснии, о которой мы так много сейчас говорили, я по благословению священначали отправился на изучение греческого языка в Афинский государственный университет. Год я его изучал. И по результатам было принято решение, что нужно продолжить обучение. Я там остался на долгие годы, пока заканчивал это учебное заведение. И пока не был отозван уже митрополитом Кириллом, ныне святейшим патриархом московскому Руси, для продолжения своего служения в составе отдела внешних церковных связей. И вот уже протрудившись здесь, я через 9 месяцев отправился в иную командировку уже от отдела внешних церковных связей. Владыка Кирилл послал меня в Иерусалим, сотрудником русской духовной миссии. Я нес свое служение на протяжении двух лет. Это тоже отдельная часть моей жизни. И тоже частица сердца была там оставлена, потому что Святая Земля не может не будоражить сердце любого человека. И когда ты находишься там, ты общаешься, ты видишь, ты понимаешь, всей своей душой, что это исток. Матерь церквей, Иерусалимская церковь, все величайшие святыни. Но почему-то, когда мы читаем это или слышим от преподавателей в стенах учебных заведений, то для нас кажется, что Святая Израильская, Палестинская земля, она простирается от юга и до севера, из востока и до запада. Но когда ты реально попадаешь туда, начинаешь там трудиться, ты понимаешь, что там очень сжато пятачок. И все эти события христианского мира, основполагающие события, произошли достаточно в узкотерриториальной составляющей. И это, конечно, все сжато, все компилировано. И осознавать ты начинаешь, где ты находишься и с какими величайшими местами и святынями ты соприкасаешься, только спустя какое-то время. Мне по жизни попадались очень интересные люди. Люди разные. Притом многие из них абсолютно не церковные были. То есть занимали какие-то дипломатические поприщи, занимались какой-то научной деятельностью, занимались каким-то интеллектуальным либо физическим трудом. Но у всех у них я постоянно учился. У тебя такой человек, который, если мне что-то интересно, я в это погружаюсь с головой, действительно с головой. Я вникаю, я вот нахожусь рядом, пока я что-то до конца не пойму. Поэтому я очень благодарен Богу и за то, что Он посылал в моей жизни мне таких людей, с которыми мне было не просто интересно, мне было полезно. И я считаю, что вот достиг своих полных 52 лет, все то, что во мне есть, все то, что я могу, имею, знаю и каким потенциалом обладаю, самым минимальным, естественно, мне еще расти и расти и расти нужно, учиться и учиться. Но то, что во мне есть, это комплексная сборка вот того результата общения с теми людьми, которые мне встречались по жизни. После двух лет своей командировки я был переводом. Я даже не возвращался в Москву. Меня на границу привезли наши сотрудники, сотрудники посольства. Там такие же профильные сотрудники иного посольства нашего в Каире меня встретили. И я уехал уже на первую самостоятельную должность представителем патриарха Московской ФСРУ Сибири, патриархе Александрийской ФСРА Африки. Вот в Каир, резиденция в Каире была на долгих практически 9 лет. Мы абсолютно новую нишу в отношениях открыли. Я был назначен туда. Представитель церкви Патриарх Федор меня знал лично еще по Афинам, по Афинскому государственному университету. И у нас сразу сложились достаточно доверительные, добрые отношения, которые продолжались достаточно долго, вплоть до окончания моей командировки там. И перевода меня уже в качестве на другом уровне служения матери церкви, уже в епископском сане. Я уехал епископом аргентинским, южноамериканским. В Южной Америке я пробыл три года. Там более, конечно, представлено, естественно, это континент по домофорам римско-католической церкви. Но те соотечественники первой, второй и третьей волны эмиграции, конечно, также окормляются у нас. Мы многое пытались решить для них. Сейчас мое дело продолжают мои последователи и епископы, которые находятся там на кафедре. Я знаю, что там идет строительство нового кафедрального собора и резиденции. Поэтому поступательный процесс есть. Еще раз повторюсь, континент очень интересный. Я посетил практически все страны, где наше присутствие имеется и даже где не имеется. Встречался с многими политиками, руководителями государств, представителями римско-католической церкви. И тоже определенный опыт, конечно, во мне остался после этого. Священник, прежде всего, как я всегда, не устою повторять, это миротворец. В основе спасения заложена часть мира. Христос всех нас возлюбил, придя в этот мир. И за всех за нас пострадал. И мы, как можем, должны отвечать ему тем же. Но, тем не менее, мне приходилось принимать какие-то жесткие решения и активно выступать за защиту прав и свобод людей. Наибольшая радость для меня — это когда у меня что-то получается, к чему мы идем. И чем сложнее задача, тем больше испытываю я духовной радости от того, что мы что-то созидаем. Созидать и приумножать. И после себя оставлять определенный наработанный потенциал, который ты, в свою очередь, получил. Чем больше тебе Господь дает, тем больше ты должен отдавать. Это основное. И люди, прежде всего, конечно, люди. Я считаю, что может у тебя что-то не получаться, может что-то не получится сегодня, получится завтра. Но если ты не можешь наладить коммуникацию с людьми, это самый большой и тяжелый промах в жизни каждого священнослужителя. Я кропотливо работаю на результат. Вот, наверное, это и есть счастье моей жизни. Все то, чем я занимаюсь. Я благодарен Богу за то, что у меня есть. Я благодарен Богу за то, что он мне дал какой-то вот возможность, потенциал для развития, для самосовершенствования. И я этим потенциалом с удовольствием делюсь с теми людьми, которые меня окружают.